Во имя Отца и Сына и Святаго Духа В истории человечества не все человечество пока это понимает После Второго пришествия все поймут, насколько это было важное событие И как правильно надо было на него реагировать Но для нас, верующих, уже сегодня ясно, насколько велико и важно это событие для жизни каждого человека Целью жизни которого является действительно достичь возможности быть в вечности с Господом Богом Что и называется спастись, то есть быть с Богом Но 40 дней назад, как мы с вами еще раз повторюсь, вспоминаем воскресение Господа нашего Иисуса Христа И не только радовались воскресения Его ученики, Его ближайшие, которому Он явился И жены мироносицы, волновало это событие и, конечно, иудеев, первосвященников, книжников Тех, кто руководил духовной жизнью израильского народа Взволновало их еще до Его воскресения Это Его воскресение Как мы с вами помним, помните, прибежали, когда похоронили Господа, уже камень был закрыт, гроб А они побежали к Понтию Пилату и говорят, что этот лжец говорил о том, что он в третий день воскреснет А эта последняя ложь будет хуже, чем первая Первая ложь, которую они считали, то, что он называл себя Сыном Божиим И помните, добились того, что римляне поставили охрану возле гробницы Иудеи запечатали печатью гробницу, то есть ее нельзя было никак открыть Никто туда не мог подойти, даже и близко не мог никто подойти А воскресение случилось А утром оказалось, камень был отвален от гроба А там только платы, то есть то, во что было завернуто тело Христово То лежало неприкосновенно, а тело исчезло Как это было воспринять нормальному человеку? Нормальные люди возрадовались и побежали быстрее с женами-мироносицей к ученикам И говорят, несть, его нету, он воскрес А иудеи взволновались, хотя очевидно было для них, что произошло Что слова, которые сбывались его при жизни, родные мои Ведь они прекрасно слышали это слово Это слово правды, истины И настолько были испорчены дьяволом Уже или во власти дьявола находились Что не могли уже изменить вот это положение И так дьявол не давал ему возможности изменить свое отношение к Иисусу из Назарета Хотя, еще раз повторяюсь, даже подтверждали вот божественность слов Его благое вести, его дела Дела поразительные, ибо не мог человек Не от Бога творить такие удивительные чудеса Которые творил именно Иисус из Назарета Не поддались И здесь очевидный факт Но, родные мои, мы с вами возьмем сегодняшний день Вот Туринская плащаница Каждый верующий человек знает, что это та плащаница, которая была завернута Господь с Христом И ученые об этом говорят Они же говорят об этом, что да, это все исследования говорят об этом Нет Нет, говорят безбожники И они никогда не скажут да Даже если все факты будут абсолютно очевидные Ибо даже если их мертвые воскреснут и придут к ним, не поверят Так Господь сказал, так и будет Ибо дьявол никогда не сдаст свои позиции такие Вот Господь Иисус Христос воскрес И уже люди знали об этом Знали не только ученики, как мы с вами знаем из Священного Писания Он там сотням-сотням людей Господь воскресший являлся И вот люди там как бы в недоумении были Одни воспринимали это событие, другие не воспринимали Но все уже знали И вот для того, чтобы источник этого знания ликвидировать, как бы, чтобы он исчез Вот иудеи и предпринимали меры А кто был источником, как бы, сведения о том, что Господь воскрес? Апостолы, ученики ближайшие Их надо было что сделать? Убить Поэтому, как мы с вами знаем, сразу после воскресения ученики Вышли из Иудеи, ушли к себе в Галилею И там пребывали все сорок дней Пока Господь Иисус Христос к ним являлся и учил, как мы с вами знаем Мы уже подробно говорили об этом Но повторюсь еще Для чего это нужно было Господу? Почему Он после воскресения сразу же не возьмется на небеса? Утвердить учеников Ибо велика была роль апостола в будущей Церкви Христовой Для начала Церкви Христовой Спасительной Вот это начало Как бы исток того Источника живой воды, который приведет многих-многих людей К жизни вечной И Господь явился, показал ученикам Своим Что из того, что те слова Священного Писания, которые говорили об этом событии И Его слова, потому что Он говорил об этом О Своем воскресении Они подтвердились То есть теперь не просто голословно могли ученики говорить о том, что Да, вот Господь говорил о том, что Он будет предан в руки грешных людей Которые будут Его избивать, а потом Его и убьют А потом Он умрет, а в третий день воскреснет Это слова родные мои Это слова, ничем не подтвержденные Только, может быть, убеждением А здесь подтверждено всеми событиями Он воскрес и явился к ним Они уже были готовы действительно внутренне и твердо стояли на том О чем они должны в дальнейшем будут говорить И не только родным иудеям, которые слышали об этих событиях А тем народам, которые вообще об этом даже не знали и слыхом не слыхали Что происходило в те времена иудеи Так Господь являлся к ним И как мы с вами знаем, 40 дней они пребывали в Галилее Но наступал день праздника иудейского Пятидесятницы И как мы с вами знаем, на Пасху и на Пятидесятницу Иудеи собирались со всех стран Не только из самой Иудеи Но и из России, и из других стран Все собирались в Иерусалим Для того, чтобы в праздник поклониться Богу в Иерусалимском храме Так и сейчас происходило То есть иудеи стали притекать в Иерусалим к празднику Пятидесятницы Что сделали правоверные верующие иудеи Апостолы, ученики Христовы Они тоже пришли в Иерусалим и разместились в одной из горниц Как мы с вами знаем, они боялись, опасались Преследования начальников иудейских, фарисеев, саддукеев и иных И двери у них были затворенные И вот как сегодняшнее евангельское чтение рассказывало Опять Господь Иисус Христос им явился Явился дверями затворенными Что, как мы сегодня слышали, их повергло в ужас Потому что, ну, человек же нормальный не может пройти через стену Как получилось, что Иисус, их учитель оказался, значит, с ними вместе И Господь тут начал, помните, доказывать Ну, пожалуйста, вот мой дух не имеет ни плоти, ни костей, ничего Вот, потрогайте раны мои, пожалуйста, вот плот мой Дайте мне скушать что-нибудь, ведь дух не кушает Далее, вы помните, часть печеной рыбы и мед, пчелиный Господь им показал Но, опять же, вопрос же становится, а как это получилось? Как получилось, что Господь Иисус Христос, будучи в нашем теле человеческом Вдруг оказался дверями затворенными в горнице? И тут, родные мои, мы должны вспомнить, что происходило в свое время с нашими праотцами Адамом и Евой Вспомним, дорогие мои Они находились в Эдемском саду, они находились в раю Они были с Богом Дорогие мои, тогда не было вот этих стен и дверей затворенных Потому что люди наши, мы с вами созданы по образу и подобию Божию Это не значит, что Бог в виде вот такого лица, лицо у нее, нос и так далее и тому подобное Не в этом смысл как раз Смысл в том, что действительно двери духовной жизни, духовные очи были открыты у наших с вами праотец И они были с Богом, они с Ним разговаривали А какое изменение произошло, давайте вот вспомним, родные мои Ну понятно, само грехопадение, оно как бы впустило в чистые сердца А мы с вами знаем только чистый сердце, Бога видят Да? Если чуть-чуть чистое, ну меньше Бога видит человек Но если наполовину, он значит просто чувствует, что он есть человек и так далее А там чистые сердца, чистая душа была, совесть чистая была Они были с Богом вместе и разговаривали даже с Ним и так далее Но вот когда они впустили грязь в сердце свое, они сами стали оттеснять из своего сердца, своей души Бога Вот что они начали делать Потому что грех один тянул за собой другой, третий, четвертый Все, помутнение настало А Бог есть любовь, Бог есть чистота А нечистое с чистым вместе не может быть Еще раз повторюсь, наши правоцы сами себя выгнали из того места, где они были вместе с Богом Лишили себя полноценной жизни духовной Вот что произошло Осталась только физическая жизнь Видимая Вот смотрите, они разговаривали с Богом совершенно спокойно А помните, избранный Божий Моисей на горе Синаи Он же не мог даже взглянуть Господь Бог даже его предупредил, чтобы он как-то спиной встал Потому что глаза наши физические теперь не могут видеть Бога Настолько изменилось, даже наше зрение изменилось Помните на горе Павор, что получилось Господь Иисус Христос показал свое божественное естество И эти бедные апостолы накрылись только что, потому что глаза не могли физически И видеть вот духовное Божие, Божие невидимого мира Не могло, потому что мы себя ограничили Ибо грехом вошло в мир тление тел наших То есть мы стали стареть и болеть Ну и сама смерть, то есть наша жизнь стала конечной Вот что произошло И как мы с вами знаем, Священное Писание часто называло Господа Иисуса Христа вторым Адамом Просто в Господе Иисусе Христе восстановилось то тело человеческое, которое изначально было сотворено Богом для человека То есть получается, что он мог как бы То есть преграда физическая какая-то, стена там или что, или дверь Она не является преградой для человека, живущего духовной жизнью Человек уже проникает во многие-многие сферы Дорогие мои, вы, каждый из вас, живущий духовной жизнью Очи духовные, которых открыты Вы разговариваете с Богом Вы имеете возможность с Богом разговаривать Хотя бы разговаривать Мы с вами знаем, что мы можем увидеть и Бога, и невидимый мир тоже Для этого нужно абсолютно чистое сердце иметь Это есть возможность такая Да, и жития святых мы знаем Те наши подвижники Божии, которые очистили свои сердца Они видели невидимый мир и ангелов, и святых, и Святая Владыча Являлась и самого Господа Иисуса Христа даже видели И не слепли Потому что чистота сердечная, она делала человека полноценным То есть стопроцентно живущим То есть на стопроцентном духовная составляющая человека работает у человека И да, и физическая тоже Вот в этом случае восстанавливается как бы подвижнической жизни, духовной Жизнь, которая была отдана Христу Спасителю Вот это нормальное естество или первоадамово естество Естество, которое сотворил Господь Иисус Христос при творении человека Как мы с вами знаем, Господь Иисус Христос, когда уже убедил учеников, что это Он Он все-таки провел с ними последнюю беседу, очень важную Он провел с ними беседу перед своим вознесением Перед тем моментом, когда Он этот мир оставит Причем Он тоже неоднократно их предупреждал учеников Что Он исшел с небес от Отца И Он опять вернется к Отцу К Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему Он об этом предупреждал И перед тем, как действительно вознестись на небеса Он провел эту последнюю беседу На которой Он поставил главные цели, можно сказать, задачи Которые должны были апостолы исполнить на этой земле То есть впервые Он им сказал, что они должны нести благую весть Не только для народа иудейского, израильского Он говорил и раньше, но они этого, конечно, не могли вместить А сейчас Он ему напрямую сказал Идите и научите все народы Крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа Учащих, вся Ирика заповедов вам Учащих всему, чему я вас научил Ну начальщи с Иерусалима, правильно Иудейского народа Там еще попытку надо было сделать Все ли будут погибшие Или все-таки будут некоторые И которые, в общем-то, поймут, что произошло И что Мессия действительно был И это есть Мессия Господь Иисус Христос Вот какая задача была поставлена Господу Его ученикам Кроме того, как мы с вами знаем Господь сказал им Идите и свидетельствуйте о Мне И вот этот важный момент Идите научите и идите свидетельствуйте Вот мы с вами, зная историю Христовой Церкви Оглядываясь назад на первые века Поражаемся тому Каким образом язычники Глухие язычники Которые, ну не могли вместить Даже понятие о том, что был один Единый Бог, который сотворил мир А не какие-то боги там или кто-то еще там И так далее Как они вообще восприняли Учение Христова А помните из Дея Ании Апостольские Как поражались окружающие Они опасались христиан одновременно, да Что они что-то скрывают У них какая-то тайна такая страшная Ну, дьявол работал очень усиленно Чтобы опорочить христиан Все делалось для того, чтобы Препятствовать людям стать христианами Все делалось Именно поэтому говорилось о том, что они там Какие-то изуверские обряды Кого-то убивают Ну, это все вы знаете, да Но одновременно люди видели совсем другое Как жили первые христиане Как первые христиане Себя вели И это поражало людей Потому что они видели любовь, которая была между этими людьми Ведь все свои благосостояния они складывали К ногам апостольских апостолов Которые заботились о каждом человеке и в общине Никто не нуждался Всем помогали Все были как одна семья Вот что видели окружающие Поражаясь вот этому совершенно Доброте и любви христиан И это притягивало людей То есть христиане исполняли то, что Господь сказал Свидетельствуйте о мне Свидетельствуйте своей жизнью А сколько много, вспомните Убивали и мучили христиан Помните, да Сорок мучеников было Ну вот кто-то там Убоялся, струсил Там вышел с этой среды А его место воин занял Почему воин? Который далекий был вообще И ничего вообще не слышал о Христе Поразило именно его свидетельство И поведение вот этих Людей, которые не боялись мучения Это конечно поражало Зачем они? Почему? Почему они идут на смерть и на страшные муки? Ведь просто так Ну нельзя было Ну какой нормальный человек пошел бы на подобное Значит они что-то знали Какую-то истину Что-то их подвигало на это Укрепляло И церковь Христова росла и росла и росла Вот в этом это очень важно Родные, дорогие братья и сестры Именно Говорить о Христе И свидетельствовать своей жизни Потому что да И вот в сегодняшней нашей жизни Сколь много людей Которые бьют тебя в грудь на работе И говорят Я христианин Я христианка А окружающие говорят Какой же ты христиан Какая ты христианка Если ты осуждаешь всех Ругаешь Гневаешься и тому подобное То есть мы с одной стороны говорим Да, я хожу каждое воскресенье в церковь Да, а своим поведением Мы тут же отталкиваем людей От этого спасительного пути То же самое, как и Священнослужители и архиереи Это каждый человек Перед Богом все равны Нет у человека, который Вдруг скажет там Когда-нибудь там Господи, ну я же митрополит был Как же ты меня осуждаешь И ошую ставишь Это ничего не имеет значения Потому что перед Богом все равны И если человек говорит одно А живет по-другому Но мы с вами Вот это отталкивает людей неверующих Которые только приходят в церковь И видят негатив Хотя сейчас вы прекрасно знаете Что этот негатив распространяет Дьявол специально в среде людей Что особенно священники Все они гады, мерзавцы Воруют и что они не знают Что они делают Это отталкивает Люди не идут Для верующих людей Если это есть на самом деле Есть такое священие Которое подобным образом поступает То есть Господь поставил Престолу Божию Он служит Он говорит Дух Святой говорит через Него А живет совсем по-иному В этом случае для нас Сказаны слова Которые мы с вами прекрасно знаем Что живая вода Живая вода Это благовестие Христово Это Его благая весть Она может изливаться И из глиняного сосуда То есть плохого сосуда И из золотого сосуда Из хорошего Живая вода не может испортиться От того Кто Эту благую весть произносит Поэтому нам и сказано И святые отцы говорили нам Вы поступайте так Как они вас учат То есть священнослужители вас учат Поступайте как они вас учат Но не поступайте так Как они поступают То есть для нас не должно быть Примером Вот батюшка так живет И я так тоже буду жить Это тоже не ответ И если на страшном суде Кто-то скажет А я ходила в приход А там такой священник Он так себя вел Ну и я тоже так себя вела Ну и хорошо Иди к нему туда Ашу То есть не будет такого Что это не причина По которой Мы можем себя как бы защитить И так далее Мы знаем истину Каким образом жить И дело спасения человека Это дело спасения Каждого человека А не какое-нибудь огромное Количество людей вместе Мы вместе соберемся И вместе пойдем Ну вот вместе мы как бы спасемся Ничего подобного В данном случае Каждый человек будет отвечать Каждый за себя Если мы твердо встали Вот этот Схватили этот плуг То мы идем их А не оглядываемся назад И идем действительно ко Христу Так должно быть Вот этому Господь Иисус Христос Перед своим вознесением И учил своих апостолов Учеников Подготавливая их К тому что Им предстоит делать в будущем Ну и как мы с вами знаем Они после этой беседы Последней горницы Вышли Пошли в сторону Вифании На гору Иллионскую И там Господь Иисус Христос Их благословил Благословлял И стал подниматься на небеса Вот в это время и получилось Прощание Господа с землей И с его учениками Хотя мы с вами знаем Что он им сказал Что не отлучайтесь Из Иерусалима В этой горнице ожидайте Потому что на вас сойдет Дух Святый Иной утешитель Который вас наставит И будет вас В дальнейшем поддерживать Вот они стояли Смотрели естественно Обескураженные Хотя были готовы Как всегда Но Кусок жизни Их Вот только что Он от них ушел То чем они жили Как бы И только тогда Ангелы Появились Возле них И сказали Мужик Галилейский Сколько вы будете еще стоять Вот стоите вы и смотрите Это Иисус Которого вы знаете Он вознесся на небеса И точно таким же образом Он опять придет Будет его второе пришествие Точно таким же образом Это значит В теле В теле человеческом Ну и мы с вами знаем Сказано о том Что те христиане Которые будут жить В последние времена Во время второго пришествия Христова Будут восхищены На облацах В средине Господней На воздусь То есть Тоже в телесах своих Они будут Наверх вознесены И будут встречать Господа Иисуса Христа Ну вот о чем Сегодняшний день Наш наставляет Дорогие братья и сестры Все это очень важно Ну что ж Мы пошли Как сказать Взяли из-за плуки Пошли вперед Не надо оглядываться Без сомнений никаких Сомневающиеся Не победит Можно так сказать И идем вперед Только единственное Просим Господа Помогай нам И дай нам Духа Святаго Как ты дал Ученикам своим Чтобы Он так же нас укреплял Так же нас сделал Мужественными И верными Как это случилось И с апостолами Спасися Храни вас Господь С праздником Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok